итак ребята всем привет вы на канале бурран гараж 35 это будет очередной позже начнем с ремонта цевки 500 . истолкнулся я с такой проблемой что я не могу открутить свечу потому что я не могу найти свечника на 18 поэтому свечника на 18 вот такого плана трубчатого на 18 не могу найти свечника этот свечник у меня тоже для квадриков сделан по моему на раме данная раме на 16 свечи и вот такой коротенький сделан из вот 18 свечник магазине в городе нигде нету и получается у нас он у нас не лезет просто-напросто в колодец в колодец не могу вставить а если взять есть у меня вот такая удлиненная супер на на технологиями электросварными технологиями с головка к ней приварена еще головка на 10 а головка на 17 она у нас туда лезет то есть колодец что мы сейчас сделаем мы сейчас если померить то здесь у нас 24 миллиметра здесь у нас 27 миллиметров сейчас мы на нашем новом токарном станке проточим все подключил станочек все работает все четенько сейчас мы проточим маленько будем дохуя токарями и про то очень маленькая станок вчера только приволок сегодня только подключил подключил временно вон там идет кабель чик-чик по полочкам так по полочкам здесь пускаться даже тут ничего не все так пацаны временно все временно это постоянно и мы сейчас не было у меня ключик от патрона поэтому изготовим ключик для патрона это у нас удлинитель 3 8 об входит когда он штатном исполнении он не входит он маленько видите не может сфокусироваться это но чуть-чуть короче проточим болгаркой аккуратненько и он у нас входит практически не любит вот и был куплен получается вороток на одну вторую одну вторую то же самое обточено 3 8 сюда сейчас залезает можно было купить на три восьмых но там там парни сам вот этот вороток ну блин не тоньше не толще чем чертилка то есть минимум миллиметров 6 на вот здесь сейчас мы электро электро сварным методом укрепим и у нас будет нормальный вороточек ключ для токарного патрона для токарного патрона ключа соответственно под резца держку у меня тоже нету в комплекте мне не дали и со вторым станком не дали вот второй станок стоит это который в ремонте у меня я практически его доделал станина вышибрена и вот осталось мне только вот эту плоскую направляющую сделать но это скоро покажу все сделал видео а этот станок парни вообще практически новый то есть у его вся заводская фрезеровка видно вот начало призмы и до конца призмы и на задней призме точно тоже самое то есть станок в идеальном состоянии поэтому я его купил и патрон кстати я вот даже я не знаю вообще точили на этом станке или нет потому что я заглядывал во все полости и намека на то что на то что наем кто-то когда-то что-то точил ну просто нету откуда такие выводы откуда такие выводы нигде нету стружки даже мелкой стружки это обычно вот там вот где-то в станине она обычно бывает а тут ее нету ним вообще нигде нет ничего поэтому и такое ощущение как будто патрон еще в консервационной смазки и он не этот сама не разбирался но это мы сейчас быстренько отмоем ну и запустим у красота при вообще парни 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 вообще ребята получилось у нас сделал я вот такую головочку все офигенно все четенько у нас входит туда как видите как видите уже вскрыл мотор скрыл мотор и и что у нас при потому что смотрите крутим стартером сейчас крутить не буду потому что распредвал туда может бахнуть крутим стартером до искра у нас есть я уже приспособил катушку зажигания ну болга сказать какая разница то есть то есть 2 2 в одну катушку даже две попробовал то есть вот одна вот таро то есть из крана их есть просто-напросто чтобы подключить двух в одну катушку один контакт надо бахнуть куда-нибудь на массу на мотор а второй соответственно брони ну не контакта бронепровод один на массу на мотор а второй второй зафигачить на свечу можно сюда одеть свечку и положить ее на мотор можно вот так ставить разницы нет в этом никакой то есть она просто-напросто искра в этой катушке идет по кольцу постоянно и крутим и в этот момент то есть подаем быстрый старт и мотор сказываться только пух-пух изредка то же самое происходит когда стоит карбюратор предположение да было изначально у меня почему я начал ставить эти катушки что катушка не работает соответственно я попробовал две катушки поменял свечу свеча вот его на родная поставил точно такую же свечу и ни фига все равно у нас то же самое схватывать изредка и все и сейчас уже когда вскрыл грм проблема вот у нас и фазы у нас действительно перепутаны можно было даже в принципе китайцы молодцы сделали вот такой смотровой лючок здесь вот так он стоит можно было вот этот ключок это скрыть и в принципе все бы было понятно и ясно то есть здесь у нас на распредвалу есть одна большая метка а вторую метку мы не видим потому что она где-то вот там ушла и вот старца распредвала если так посмотреть вот так чтобы не было вот нет блин сейчас возьмем пинцетчик возьмем так у его не . вот вот идет риска которая соответствует вот этой риске потом идет вот эта риска которая соответствует той риске которую не видно и вот вверх риска так вот вот это вот эти риски должны две вот это и вот это должны соответствовать картеру то есть должны параллельно быть картер а у нас ну я думаю что раз два три на четыре зуба до 100 процентов перекинута цепочка может быть тот кто делал так-то вроде были следов ремонта что тут кто-то был но нету как бы не знаю может герметик конечно серый герметик вроде не красный хотя бы был бы красный сразу понятно было что сюда кто-то лазил что сюда кто-то лазил так серый герметик ну вроде бы герметик заводской может быть китайцы собирать не на таком герметики это будет тайной покрытая мраком перекидываем цепочку выставляем зазоры по новой когда я вскрыл крышку то есть в мт там выставил скрыл крышку и у нас клапана были в этом положении зажаты а в этом же положении то есть по той метки выставляется зазоры в клапанах то есть они должны быть при отпущены переставляем распредвал переставляем распредвал перекидываем цепочку и пробуем запускать пробуем запускать карбюратор думаю что тут вообще ни при чем то есть вот карп ну я думаю мику не должен работать хорошо он нормальный японский ну почистим его почистим 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 помоем продуем будет работать сто процентов сто процентов это парни тут это было эта фаза гарем чик мы перекинули и смотрите так у нас все получилось сейчас распредвал стоить так то есть берем ключик начинаем вращать начинаем вращать то есть у нас распредвал делает один оборот смотрю в телефону а колено у нас дело два оборота так вот выставили на вот верхняя меточка вверх смотрит нижняя две нижние смотрят параллельно картеру то есть вон одна метка вот другая в одной плоскости ну там плюс-минус в одной плоскости с картером у меня еще не поставлен натяжитель натяжитель сейчас я вам покажу по натяжителю так а здесь у нас тоже метка то есть я даже туда не смотрел в ту пробку да здесь выставил просто раз туда у нас там метка выставить так он натяжнику смотрите у нас скрывается верхняя пробочка там видите шлиц под плоскую отвертку и вращая плоской отверткой вот такой маленькой натяжник будет уходить натяжник взводится потом взведенном прямо состоянии ставится в картер наживляется хотя бы один болтик и отвертка отпускается он сам выскочить сколько надо не надо его тянуть туда как бы чтобы он поддавливал он сам сколько надо ему вылезет там мотор запустится потом он сама так скажем отрегулироваться и он самонатяжной зависимости от вытяжения цепи он сам будет подрегулировать все собираем и будем уже пробовать а под настроем клапана сразу но сейчас башку на место кинул она лежит сейчас башку на место кину проверил зазоры в клапанах если что-то не понравится выставлю зазоры и будем пробовать парни 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 ни одно на другое короче пришлось снять стартер так тут у нас евген дыши поставим пока тебя жека на паузу стартер короче греется греться и духа щелка это стартер блять запустила пиздец стартера по ходу но не крутил как-то с этим самым с хрустом разбираем стартер ну хуй делать для ведро купили ведро страдайте по ходу тут все парни кончилось все в граффити да получается граффити щетки щетки не щетки что-то это все дело униматься почему-то не вынимается так вот раз так вот два о господи ты боже мой ты же только что работу пацаны но бывает же совпадение стартер щетки нормальная ситуация когда две щетки снашиваются в говно братом я тебя понимаю почему я сегодня с ноутом потому что привозил чистить привозить честь привозил чистить и пришлось поменять кулер неожиданно выскочили отсюда все лопасти но нигде за тут на полу все поставил новый кулер сейчас хотя бы ну да но и гораздо тише работа от и вообще воздух оттуда идет холодненький короче короче в помойку его вот такая ситуация развалились все магниты ну пиздец этому стартеру якорь может быть и не сгорел якорь оставим якорь оставим статор учет ну ничего не сделать просто магниты рассыпались на хуй все из-за этого из-за этого получается во первых у хозяина у старого кинут еще один дополнительный провод наверно потому что стартер толком не крутит и стоит большого аккумулятора а вот этот аккумулятор он дал ну в присыпку короче в мешке этот аккумулятор хорошая ком нормально зарядку держит и кстати этот сама так и он нормально то есть как он сказать пусковой ток держит развалился он вообще не вовремя он бы развалился после того как мотор бы запустился ли не запустился проверить хотя бы арбайтен вера не арбайтен ничего все завтра завтра на берем диме и поедем за новым стартером до щетки тут конец но оставим эти щетки в принципе можно перепаять перепаять и поставить сюда другие щеточки просто-напросто вот помойку эту штучку заставить все поплавилась но не попаялся задрала короче то так это ставим и вот эти две крышки ставим и якори ставим это это все в утиль это утиль кинем резиночку чувствуем хорошая может быть может быть потом кому-нибудь наоборот якорь или крышка лопнет переставим крышки может перестать так на этом все наверно на этом все с квадриками там у меня стоит еще стелс стелс на улочке стоит ждет своей очереди и сейчас займусь печкой надо варить нее клиентов был бури рьян или буран не знаю точно назывался и он весь погорел покоребила и внутри вся перегородка сгорела это раз ну и печка вся короче прогорела только надо будет внедрить вот эту дверку вот сюда и все и можно ее вот эту печку на у меня полностью готова до внедрить дверку сделать зольный ящик у не не наделан и сюда шибер так вот такой доделать шибер и все можно отдать чтобы тоже место не занимал блять не проверил не проверил кусок говна не дал проверить проверить работоспособность двигателя но я думаю сейчас но должен запуститься то есть искра у его есть но стартер то есть аккумуляторы полностью заряжена а потом вообще перестал просто жалю хочу ну да роли щелка и все и крутить перестал да ну думаю запустится должен запуститься потому что потому что были фазами правильно выставлены я только что вскрыл мотор грубо говоря и скрыл мотор и в принципе по нему ну можно как вам сказать не скажешь что он вскрывался по сути дела да то есть не не потеков масла ничего нету не герметика все я потер все четенько то же самое было вот смотрите какой чистый здесь мотор да а какой мотор там то есть скорее всего я думаю у его или сдергивался цилиндр или снималась башка или скрывалась клапана крышка менялся распредвал но не может быть такого что то есть мотор то рабочий с там с 13 года вездеход с такими с таким с такой погрешностью фаз грм ездил такого не для это невозможно то есть он даже заводится не будет при таком на 4 зуба пи я понимаю там на зуб вперед на зуб назад не попадешь фазы он еще будет кое-как то кое-как то так работать а чтобы вот так на 4 зуба так не будет мотор работать скрывался он весь вариатор вот тоже видно что крышка скрывалась вариатор на еще неизвестно сейчас мы запустим его еще неизвестно что там с вариатором что с коробкой то есть он был куплен просто на бум святых вот к примеру до покупка то есть поехал его покупать человек вообще не понимающий вездеходов поехал с череповца в тверь этот хозяин вот старый хозяин и он и на сказал что все идеально с вездеходом типа приезжайте по дороге ну как это я пересказываю историю димы да по дороге старый хозяин диме звонил там несколько раз и спрашивал все где вы есть где вы есть и потому что вот и попросил диму там типа за часик сама что позвони перед подъездом и я типа он он сказал что я в лесу чтобы мне приехать домой и помыть успеть помыть вездеход вот то есть дима приехал он намыт весь вылезан старый хозяин хоп его он не крутит он крутит то есть но не запускаться не запускаться только вот схватывать и зарядка и все и он начисал диме что типа тут надо менять карбюратор надо менять карбюратор да и что типа ему сервисность центре так сказали что надо заменить карбюратор что там типа мембрана лопнула вот и вообще полностью заменить карбюратор он скинул сразу пятнашку за там не маленькую сумму для этого с ней вездехода дима его забрал то есть смотрите на вездеходе не нету резины это раз то есть она лысо что передняя что задняя то есть вот это колесо практически вообще лысо тут нет протектора вот это колесо еще более-менее тут где-то на грунта зацеп тут должен быть где-то вот ну с большой палец тут где-то с нос с мизинец даже нету то есть если вы как мизинец ну грубо говоря лысо передняя вся резина нет амортизаторы он как говно что передняя что задние амортизаторы не работают лебедка не работают от лебедки даже отключен вот провод идет вот он тоже типа реле лебедки считаться силовой силовой контакторы силовая группа отключена полностью я пробовал подключать не работа от лебедки мотор не запускается мотор не запускается потом кнопка не рада я уже сейчас вот нашел что кнопка не работа кнопка не работа нафиксировать или рлюха не срабатываем ну ладно с этим разберемся с кнопкой то есть это получается полная блокировка работает что-то жужжить блокировки все пиздец перестала на ну блокировки роя работает а вот тут можно посмотреть еще полно блокировка собаку муфта входит и это и это ладно блокировки работают это уже хорошо блокировки работают это уже хорошо подвеску сто процентов дима ничего не смотрел ничего не смотрел ручного стартера нету то есть вот он пустой я ручного стартера нету этот стартер сейчас уже развалился господи говорил диме говорил если захочешь вот это рм к которым рм 500 который был на обслуживание у меня на ремонте и на обслуживание это был его на вездеход он его продал и ладно он хотя бы сказался что типа андрюха мне надо этом квадроцикл давай чего-нибудь найдем ничего не сказал взял поебал в тверь в тверь блять ехать за квадроциклом и получилось что получилось купить вот такую какашку то есть единственный плюс этого вездехода то есть ну по состоянию он конечно просто парни печаль беда по пластику более-менее еще до на жопе вообще ничего трещин никаких нету спереди вот здесь лопнувшее место и с другой стороны тоже лопнувшее место да и единственный плюс его на и что у него стоит да это cf500 новую морда стоит от x6 или от x8 то есть уже от более нового вездехода да я тоже это не сразу спалил и как бы сначала не мог вкурить почему так то есть у него вроде мне такая морда должна быть или должна у их или на этом именно вездехода должны быть здорово таки фары или же у их идут так типа круглая фара по моему вытянута такая с ресничка или я путаюсь x6 не такая морда должна быть а потом обратил внимание вот найти зазоры то есть зазор здесь есть и зазор здесь есть да но крыло как бы тут все целое то есть как-то она неправильно как сделан потом посмотрел сюда 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 здесь распилена болгаркой и уже до первого то что здесь решетка радиатора сотой а здесь простые как бы эти палки вот и вот эта вот штука сюда просто как бы приделанного на два самореза и меня и меня осенило что это морда то стоит от x6 или x8 то есть от более свежего вездехода но вот за это плюс да как бы она вот вот этих распилов и в принципе когда капоте на вон то стоит желтенькая то вообще четко как бы ничего сделано нормально вот единственные ну не минус что вот здесь вот пустоты но это ничего страшного на этом парни будем наверно заканчивать этот бложек хотя хотя не наверное нет позвоним завтра диме позвоним завтра диме если все ладно денег переведет на стартер то поедем магаз если стартер есть наличие то купим новый стартер и попробуем все-таки его запустить итак ребятки следующий день у нас и получается цепочка пока будет стоять без стартера потому что стартера в городе нету в наличии привезут только на следующей неделе поэтому сделали ход конем заказали стартер с москвы с какого-то интернет-магазина сегодня я позвонил туда сегодня же мне с деком его отправили то есть нормально оперативно сработали я думаю что в понедельник уже посылка будет у нас сейчас будем заниматься стелсом стелсом пока что он у нас будем делать на его передние амортики пока что он у нас на 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 амортизаторах то есть на супер на на амортизаторах задние амортизаторы уже стоят на месте которое я делал но сейчас он стоит немножко криво одна подвеска смотрит туда другая как бы в уровень до серега когда оставил перепутал местами уступиться короче на 180 градусов на развернуть здесь длинное ухо смотрит вниз она это ступица смотрит вверх вот так нужно стоять вот так неправильно надо его перевернуть но все равно буду снимать у меня надо будет поменять пыльник шруса вот этот будем менять пыльник перри переставим как надо сделаем сейчас будем заниматься передними передними амортиками у меня уже стоит один нож супам показать да уже схему под отработал как и говорил взял пружины от днепра урал днепр ну принципиальной разницы я думаю что нету и подобрал жесткость пружины то есть вот эта гайка подрегулировала жесткость пружины до того момента как когда амортизатор с пружиной справляется то есть если сейчас ну где-то миллиметров пять вверх закрутить то а мортик уже не будет справляться с этой пружины если вниз сделать он будет чуть помягче сейчас он нормально справляется и сделал примерно верно примерно верно у нас получается здесь по моему 16 килограмм то есть как проверять берется безмен и начинаем тянуть тянем до того момента пока у нас пружина не стронется свод она пошла где-то 16 килограмм до есть 16 килограмм нагрузка вниз да ну 16 килограмм это на моем на на стенде то есть да это я не знаю сколько у меня здесь плечо сделано сколько там плечо сделано то есть 16 килограмм на которые родные амортики на стелсе и там у нас по моему 12 или 13 килограмм в районе этого ну между 12 и 14 то есть здесь у меня можно еще дайку отпустить амортик будет еще чуть помягче вот это насчет этого сгоны ну вот эти резьбы взяты от старых амортик которые были уже сделаны да просто пилил болгаркой и сейчас все вымеряю сколько мне надо а потом мы их на токарнички проточим ну уберем лишнее уберем лишнее этот амортик сам амортизатор у меня испорчен я тут немножко болгаркой задел шток и где-то в середине и он уже работать не будет то есть это у меня как испытуемый стенд тут даже ничего не приварено просто затянуто в тиски и как бы это гайка низ не сползает вниз все стоит точну точну еще две вот такие люфты две такие плюшки это у нас получается будет верхний верхний подпружинник дальше у нас здесь встанет ухо с лимбока но не такой немножко но примерно вот так вот конструкция как-то как-то вот так вот пацаны все сейчас делаю и показываю результат что получилось